Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Подготовка к Олимпийским играм в Сочи идет полным ходом. Во всех регионах страны ставка сделана на спортивные достижения. Так, совсем недавно в летнем лагере «Солнечный» состоялась презентация социальных роликов на тему «Спорт – это наш выбор». Более подробно об этом нам расскажут наши гости. Зулайхо Кадирова, председатель общественной организации Рязанско-местная узбекская национальная культурная автономия «Алмаз» и Александр Сидорин, мастер спорта СССР, главный тренер Федерации бокса Рязанской области. Кому пришла идея создания социальных роликов? Идея создания роликов пришла моему сыну. Он занимается боксом у Александра Александровича. И однажды, возвращаясь к тренировке, он пришел и говорит, «Мам, я сейчас шел и в парке увидел ребят, которые пили пиво и курили. Ну, зачем они этим занимаются? Давай что-нибудь придумаем, чтобы они занялись спортом». Я говорю, «Ну, придумай, а я тебя поддержу, естественно». И вот пришла идея создать социальные видеоролики для поддержания здорового образа жизни. Связался с Александром Александровичем. Он тоже предложил сделать видеоролики для того, чтобы ребят, ну, не загнать, а привлечь в спортивный зал. А кто разрабатывал сценарии? Сценарии, естественно, сами ребята во главе со своим тренером. Первый ролик у нас, почему дети выбрали именно бокс. Конечно, можно было взять любой вид спорта. Нельзя зацикливаться на одном виде спорта. Но так как дети занимаются именно боксом, мы остановились на боксе. И вопрос был задан один. Почему дети выбрали бокс? И ответ они сами дали. Давайте посмотрим ролик. Бокс – это дисциплина. Это здоровье. Красота. Целеустремленность. Уверенность в себе. Это возможность показать свою силу. Это спорт для самых настоящих. А я хочу стать чемпионом. Александр Александрович, у вас многонациональная команда боксеров. Это, по идее, соперники, люди, которые дерутся между собой. Действительно ли бокс может объединять? Бокс, естественно, объединяет людей. Они общаются, дружат. То, что в ринге они там выясняют отношения, это одно. А когда в жизни уже совсем друг друга поддерживают. То есть у них такая хорошая дружба. Я хочу сказать, что у них спортивное братство. Я, когда пришла в спортзал, то была удивлена в команде и армяне, и узбеки, и азербайджанца. Да, Александр Александрович? Мы принимаем всех. То есть национальные... Главное, чтобы было желание. И мы работаем со всеми детьми. То есть независимо от национальности. И самое интересное, что Александр Александрович дает им командный дух. Он воспитывает в них единство, воспитывает в них уверенность в себе, воспитывает коллективный дух и стремление к победе. Мы не говорим о спорте. Мы спортом занимаемся. Мы не делемся. Мы боремся за победу. Спорт нас объединяет. Мы сделали свой выбор. Мы – грузная команда! Здоровый образ жизни – это полезно и хорошо. Однако многим на начальном этапе очень сложно изменить свой ритм, бросить какие-то вредные привычки. Скажите, как правильно себя мотивировать? Каждый ребенок ставит перед собой определенную цель. И у кого есть именно цель, тот и достигает высоких там спортивных результатов. И также в учебе и вообще в жизни. Я так считаю. Самое главное – правильно нацелить ребенка. Можно это посмотреть на примере ролика о чемпионе Рамира Жуштина. Это не только олимпийский девиз. Это моя цель в жизни. Александр Александрович, с какого возраста он у вас занимается? Я знаю, что именно вы его сделали чемпионом. Ну, не я один. Мы с Михаилом Ивановичем, как бы, сказать, в тандеме работали. И работаем. И сейчас, вот на данный момент, Михаил Иванович уехал на сбор в Кисловодск. Как раз Жустина Рамира и Арсен Закиян будут готовиться к чемпионату России. То есть мы всегда вместе работаем. То есть я не могу сказать, что я его сделал чемпионом. Ну, а Жустин, он пришел для бокса достаточно, ну, уже возрастной, можно сказать. Ему уже было 15 лет. И вот за 6 лет он достиг таких вот хороших результатов, я считаю. То есть три раза чемпионат Центрального федерального округа выиграл. Третьим был на России, в вооруженку выиграл. То есть достаточно высокий такие спортивные показатели. Хочу пожелать всем ребятам, чтобы занимались спортом, вели здоровый образ жизни, не увлекались плохими привычками, потому что добро никогда это не проводило. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, ставьте перед собой цели и достигайте их. Ну, если честно, Алисе, лично мне нравится четвертый ролик. Это ребята, они по секрету сами сделали, разработали его, озвучили о тренере. Почему мне нравится этот ролик? Потому что вот конкретно Александре Александровиче, они этим роликом показали свое уважение, свое почтение, свою любовь к учителю, к наставнику, к тренеру. А это очень важный момент для подрастающего поколения, на мой взгляд. Так, все работает. Больше подготовительных действий. Побыстрее, быстрее работаем. Финты в голову, в туловище. Показал в голову, ударил в туловище. Руки выше, собрать. Левое в туловище, переводим правое на голову. Тренер знает, как правильно идти к победе. Сан Саныч, наш тренер. Вы не знали, что ролик дети делали для вас. Скажите, что вы почувствовали, когда вы его увидели? Ну, мне было очень приятно. Был удивлен, конечно. Мы совсем другое снимали. Я даже не ожидал, что вот такой ролик будет. Ну, и как бы подумал, что не зря все-таки. Многие годы я занимаюсь этим нелегким трудом. То есть, дети оценили это. Это очень приятно. Ну, и не только дети, и родители, конечно же. Я видела на соревнованиях, как много приходят родители болеть за команду. Не конкретно за своего ребенка. Я сама даже хожу. Я не болею за своего сына Мерзобека, а болею за всех. За Антона, за Рамиру, за Арсена, Артура. В общем, ребята молодцы. Какие у вас дальнейшие спортивные и организационные планы? Спортивный у нас, можно сказать, календарь очень насыщен. Наши ребята отобрались на чемпионат России. Чемпионат вооруженных сил был в Рязани, когда наши воспитанники достойно выступили. То есть, две путевки завоевали на финал России. И сейчас вот 19-го будет турнир памяти Васиным. Потом 4-го октября будет ЦС «Локомотив» отбор на Россию. Потом чемпионат Центрального федерального округа будет тоже в октябре. Поэтому у нас календарь очень насыщенный. Постоянно в разъездах, постоянно готовимся от одних соревнований к другим. Самое главное, конечно, достойно выступить на чемпионате России. Это будет в Хабаровске в ноябре. Вот мы сейчас готовимся конкретно к чемпионату России. А у нас, как у общественников, планы, помимо роликов, создать еще музыкальный клип с участием тех же детей, чтобы это была мотивация к участию в Олимпиаде в Сочи, которая будет в 2014 году. Ну, я надеюсь, Александр Александрович, вы нас поддержите. Поговорите с ребятами, чтобы они у нас и спели, и станцевали, и заодно еще показали. Ну, кстати, ребята очень артистические данные. Вот мы проверили их способности в лагере «Солнечном», то есть во всех музыкальных, там, танцевальных всяких участвовали и достойно выступали. Вот Ярик, знаете, там супер-призы занимал по танцам и по пению, и по всем. То есть люди талантливые, они талантливые во всем, как в спорте, так и в других начинаниях. Спасибо за беседу, спасибо, что пришли. Мы вас поздравляем, вы молодцы. Идете в ногу со временем с государственными приоритетами по воспитанию здорового поколения. Мы желаем вам удачи в вашей дальнейшей работе. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!